Приветствую вас, и знаете, с какой бы мне стороны хотелось бы рассмотреть вашу ситуацию. Вот вы описываете свою проблему, и вы делаете это достаточно подробно. Если вы говорите, что молодой человек оказал вам помощь в своей жизненной ситуации, вы приняли эту помощь, потому что у вас не было другого выбора, потом вы заметили, что мужчина стал пользоваться вами, пользоваться вашим временем, и теперь вы понимаете, что он вас обманул, что в действительности он не такой уж и бескорыстный, что он сделал это, чтобы что-то получить взамен всего лишь от вас для себя, и вы теперь не можете поставить его на место. Во всей этой ситуации меня больше всего интересует конфликт и его наличие у вас. Вот в чем лично ваше противоречие, то есть вы как бы осознаете то, что ему обязаны, и вы осознаете то, что вы, в общем-то, должны ему отплачивать за то, что он для вас сделал, и это мешает вам настоять на том, чтобы все-таки когда от него отдалиться и отстраниться, или вы сами по себе не можете человека поставить на место. То есть это не только с молодым человеком вот с этим происходит, но и вообще в жизни у вас достаточно сложный процесс, когда нужно защитить себя, когда нужно как-то вот оберегать свои личные границы. И, понимаете, в первом случае вам нужно просто разрешить некую моральную дилемму, а во втором случае вам нужно работать над собой. во втором случае вам нужно, я бы даже сказал, познавать себя, искать причины того, почему вы не можете отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мнение, защищать свои личные границы. То есть это у вас в втором случае идет из детства, скорее всего. То есть вас так вот воспитали родители, что вы не научили говорить людям «нет». Ну, в первую очередь, ну, это, наверное, тогда будет пронаботать детско-родительские отношения, потому что именно они являются первопричиной такого вашего поведения. Потом нужно будет восстанавливать ваше правильное поведение, и чтобы вы в большей степени доверялись себе, ориентировались на себя, а не на других людей, в том числе и не на этого молодого человека тоже. Если же у вас простая обычная дилемма или так называемая моральная ловушка, когда вы вроде бы чувствуете себя обязаны человеку, человек этим пользуется, а вы не можете ему сказать. А в этой ситуации вам, знаете, нужно понять главное – это то, для чего мужчина так себя ведет, почему он так себя ведет. Вот как вы думаете, человек уверенный в себе, знающий, чего он хочет? Человек, который отдает себе отсчет в том, насколько он ценен. Стал бы он так поступать? Стал бы он вести себя так эгоистично по отношению к вам, к любому другому человеку на вашем месте? Стал бы он его использовать? Я думаю, вряд ли. Вряд ли, потому что самым достаточно гармоничным людям это просто не нужно. А теперь давайте подумаем. Раз мужчина у нас с вами не такой, не гармоничный, не уверенный до конца на себе, то что это может означать? А означать это может только то, что у мужчины дефицит чего-либо. Ему не хватает чего-то того, что вы ему даете. И мужчина воспринимает и помощь вам, и вас саму, как средство для достижения своих целей. В этом случае нужно понимать, что это не безкорыстная помощь, которая обуславливает благодарность. Это помощь ради собственной выгоды. И мужчина свою благодарность уже получил, то есть то, что ему нужно было от вас. Это самое дорогое, что может дать вообще любой человек. Это время. Время. Потому что вернуть можно всё, что угодно. Там, деньги можно вернуть, там, усилия, материальные ценности можно восстановить. А вот время не вернуть. И получается так, что вы молодому человеку уже отплатили. Давайте подумаем ещё вот над чем. Вот вы не хотите с ним общаться, не хотите с ним видеться, не хотите с ним как-то находиться вместе. Как думаете, мужчина это чувствует? Конечно чувствует. И чувствуя это, он всё равно хочет с вами общаться. То есть ему всё равно, желаете вы с ним общаться или нет. Его волнует только то, чего хочет он. Это эгоист, который делает всё только для себя. Который не сделает ничего, чтобы ему не было выгодно. А значит этот человек думает только о себе. А вас он не думает в этом случае. И вы его особо не волнуете. Раз так, то именно вам и только вам нужно начать думать о себе. Так же, как это делает ваш молодой человек. Потому что до тех пор, пока вы этого не сделаете, ситуация будет продолжаться. Да, мужчина не готовит. Мужчина давит на самое больное, в принципе на самое слабое ваше место. Это на благодарность. На чувство благодарности. Но вы задайте ему вопрос, если он поднимет такую тему. А сколько вы, по его мнению, должны потратить на него своего времени, чтобы он посчитал, что этого достаточно. Достаточно для того, чтобы, ну вот, выразить ему ваши благодарности. И я уверен, что этого мужчину придёт в некий ступор. Он не будет знать, что вам сказать. То есть, понимаете, здесь вот не совсем понятно, почему вы позволяете себя использовать. Либо у вас такая серьёзная, моральная дилемма, что вот вы не можете отдохнуть обидеть человека, который вам помог. Либо вы не можете, в принципе, никого осаждать, ставить на место и так далее. Вы знаете, в этой ситуации вот это главный вопрос. Потому что мужчина, если говорить про ситуацию, когда у вас моральная дилемма. Мужчина сам своих слов не отдержал. Мужчина сам поступает аморально, не культурно, грубо. Почему вы должны терпеть такое поведение и ради чего, совершенно непонятно. Вы можете сказать мужчине, вот как написала вам Лидия, эксперт Лидия. Вы можете сказать мужчине о том, что ты знаешь, я не хочу больше с тобой общаться, не хочу больше тебя видеть. А назови мне сумму, которую ты хочешь получить за благодарность, за свою помощь. Я эту сумму тебе потихонечку буду отдавать, и мы таким образом будем квитать. Но я не хочу с тобой больше общаться. Вот так вам нужно поступить и поступить. Если вас мучает совесть, если вы не можете для себя разрешить эту проблему. Но первый вопрос все-таки именно такой. И если нет, то он будет с вами работать. Потому что в противном случае на место этого человека придет кто-то другой, кто будет точно так же нарушать ваши личные границы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего доброго и удачи.